Привет, друзья! Я Алекс, а это лаборатория настольных игр профессора Фикуса. Всё хорошее, равно как и плохое, рано или поздно должно закончиться. И книга, о которой я хотел бы с вами поговорить, как раз описывает наступление конца света для вампиров и носит название Гиенна. Эта достаточно упитанная книга в 250 страниц увидела свет в 2004 году, и её появление знаменует собой окончание большого сеттинга, который сформировался на страницах 1, 2 и ревайзит редакции Маскарада. В книгу в прямом смысле утрамбовали огромное количество контента, и почему-то мне кажется, что ей пошло бы на пользу, если бы создателям выделили чуть больше места для творчества. И как это принято у белых волков, много вопросов по-прежнему осталось неотвеченными, или отвечено так, что лучше бы они не отвечали на них. Соответственно, заглянув под обложку книги, вы увидите, что в ней присутствует аж 6 глав и вводная часть, и целых 4 главы посвящены различным сценариям окончания света для вампиров. В своё время эта книга вызвала массу противоречий и недовольств, потому что одни фанаты, скажем, утверждали, что лучший сценарий – это первый, а остальные – полное барахло. Тогда как ценители Хроник Тёмной Матери с рёвом бросались на своих оппонентов, называя их разными словами, и утверждая, что если рассказчик не способен составить грамотные приключения из того, что ему дали, то он вообще не имеет права называться рассказчиком. Любители отодреша и адепты живой игры, то есть полёвок и кабинеток, были также возмущены третьим и четвёртым приключениям, которые, по их мнению, скатились в непрерывное мессиво трэш-угары-садомию. Я же считаю, что авторы просто пытались угодить разным стилям повествования, и потому вполне логично, что кому-то нравятся одни приключения и не нравятся другие, ведь вкусы-то у нас у всех разные. Я постараюсь максимально деликатно пройтись по всей книге, оставив суждение о качестве модулей на вашей совести, но честно предупреждаю, будут спойлеры и моё имхо, так что будьте морально готовы. Но прежде, чем мы погрузимся в подробности данной истории, я хочу сказать, что если вы впервые на канале, то пожалуйста подпишитесь на него, а если нет, то поддержите видео лайком. Это очень и очень поможет развитию канала. Ну а если бы вы хотели поддержать лабораторию материально, то прошу обратить внимание на патреон, вконтакт с его донатом, бусти и просто реквизиты под видео. Спонсоры канала получают ранний доступ к видео, эксклюзивы и общаются в отдельном чате. Заранее спасибо за поддержку. Ну а теперь давайте вернёмся к вампирской гиенне. В первой главе нам честно говорят, что миру вампиры больше не нужны и поэтому надо от них избавиться, но поскольку это очень готичный и трагичный сеттинг, сделать это надо будет, как вы понимаете, максимально готично и трагично. Основные принципы, которые характеризуют пришествие конца времён, довольно просты. Во-первых, кровь действительно тончает и с точки зрения игромеханики это выглядит примерно следующим образом. Кровь смертных становится для сородичей бесполезной, и чтобы выжить, им нужно питаться кровью гулей или себе подобных. Все вампиры получают недостаток под названием «тонкая кровь», то есть стоимость дисциплин удваивается, а сложность возрастает на два пункта. Узы крови и братания имеют 50 на 50 шанс развалиться, и каждый месяц рассказчик бросает монетку или кубик, чтобы понять, развалились они или нет. В начале каждого месяца сородич теряет одну точку в своей самой сильной дисциплине, и это только цветочки. Каждый раз, когда он активирует дисциплину или взывает в силе крови, рассказчик тайно бросает кубик, и если выпадает единица, то действие не состоялось. Персонаж теряет еще одну точку в своей самой высокой дисциплине, и любые дальнейшие манипуляции с ВТ будут стоить ему одного дополнительного пункта силы воли. И что довольно неприятно для старейшин, в торпоре им отсидеться не удастся, потому что, как это ни печально, но торпор увядание не останавливает. И единственный выход из этой печальной ситуации – это диаблерия. Она и тонкую кровь снимает, и дисциплины возвращает, правда с оговорками и в зависимости от поколения жертвы. То есть, чем оно ниже, тем лучше и тем дольше продлится этот эффект. Так что это приводит нас ко второму принципу конца времен, а именно массовой диаблерии, потому что жить-то хочется всем, а еды, как выяснилось, очень мало и на всех не хватает. И это служит основой третьего принципа конца времен, а именно массового недоверия. Потому что ты никогда не знаешь, когда твой друг или старейшина захочет тобой подкрепиться, чтобы протянуть еще пару ночей. В итоге комарилия разваливается, а шабуш, для которого диаблерия и братания – это нормальное дело, немного впал в ступор от масштабов диаблерии, и хотя их идеи о возвращении предсеч оказались правильными, ничего толком сделать шабашисты так и не смогли. Также нам предлагается использовать звезду Полынь в качестве страшилки, таймера судного дня, глаза Каина и так далее и тому подобное на усмотрение рассказчика. Также нам приводится несколько страниц описания того, в каком состоянии сейчас находятся древние. Я говорю про антиделувиан, естественно, но эти данные немного варьируются в зависимости от сценария, а в первом их вообще нет, так что рекомендую эту информацию строго для ознакомления и возможного использования в своих историях. И намекают на то, что помимо всем известных и любимых, могут быть еще Микет, Лусиан, какие-то африканские товарищи, ну вы поняли идею. Далее нам дают несколько полезных советов по отодрушу и подаче нейдровых персонажей и отправляют в первый сценарий, который, по мнению многих читателей, является самым-самым лучшим. Он называется Вормвуд, что поэтично переводится как Звезда Полынь. И я сразу скажу, что любителям месива кровища с кишками здесь будет абсолютно скучно, потому что этот сценарий делает упор на самокопание, духовный рост персонажей, их моральные ценности. Ну, вы поняли идею. Все начинается с того, что мы получаем объяснение проклятия Каина, и выясняется, что ничего подобного нет, и тот зверь, который сидит в сородичах, это просто гнев и ярость Каина, которая передалась всем его детям. Он неоднократно посылал к своему заблудшему чаду ангелов, но тот раз за разом отвергал их, предпочтя занять позицию обиженного ребенка и в прямом смысле гордиться тем чудовищем, которым он стал. В итоге творец решил, что миру больше вампиры не нужны, и за 40 дней они будут уничтожены. Но поскольку создатель знает, что среди сородичей еще есть достойные личности, то он создает Дампира Алию и отправляет ее к Гаргулии по имени Ферокс, который, конечно же, тот самый Ферокс из красного списка, и которого Камарилия очень и очень хочет ушатать. И по сути, мы имеем что-то вроде реинкарнации Ковчега Ноя, только в данной версии Ферокс должен выбрать сородичей, которые отправятся в заброшенный готический собор, где им предстоит на протяжении 40 дней пересидеть звезду Полынь, а после пройти суд божий, который определит, достойны они перерождения и прощения или нет. А поскольку это Ковчег, то желательно бы Фероксу собрать туда представителей самых разных сородичей, и потому авторы сценария буквально требуют, чтобы рассказчик составил Катрию из самых разных персонажей. Раскаивающийся Старейшина, Шабашист-Диаблерист, Бруджа-Антитрибу, какой-нибудь поехавший Сетит. Но это так, идеи просто для затравки. Вы можете хоть черта лысого сюда добавить. Главное, чтобы было понятно, что это совершенно разные существа, оказавшиеся по воле судьбы в одном здании. И естественно, что они там не в шашки будут играть, а взаимодействовать между собой и проходить всевозможные испытания. Их много, они очень интересные, они необычные. С точки зрения морали, они бывают как черно-белые, так и серые, или вообще просто загадочные, главная задача которых – встряхнуть как следует воображение игроков. И вот на сороковой день рассказчику предстоит решить, кто из сородичей полностью раскаялся в содеянном и достоин прощения, а кого ждет тотальная аннигиляция. И на этом этапе всем должно быть понятно, что ментальная гимнастика в виде путей просветления в глазах Творца являются тем, чем они являются на самом деле, а именно оправданием монструозности и жестокости. И наказанием за это может быть только мгновенное сожжение. Собственно говоря, для этой же цели он и уничтожал вампиров 40 дней, чтобы они осознали и, возможно, раскаялись в содеянном. Как бы то ни было, но прошедшие испытания сородичи становятся смертными и уходят во своясе. Мораль данного сценария заключается в том, что они смогли найти относительный мир и покой и оценить, что значит быть человеком. И человечным, естественно. И если для этого потребовалось быть монстром и увидеть самую темную тьму в самых мрачных углах нашего мира, то это однозначно того стоило. Учитывая контекст приключения, это очень и очень интересный переход от субъективной к весьма объективной морали. Я думаю, что нет смысла говорить о том, что это очень и очень серьезный модуль, который потребует огромных духовных инвестиций как от рассказчика, так и от игроков. Я вводил его однажды, и как вы можете догадаться, все пошло наперекосяк. Но возможно, что у вас с ним другой опыт, и вы решите поделиться им с нами в комментариях под видео. Будет очень здорово. Второй сценарий называется «Fair is foul», и это отсылка к Магбету Шекспира, а именно с самому началу пьесы, где ведьмы говорят «Fair is foul and foul is fair», что в переводе Корнеева звучит как «Грань между добром и злом, сотрись». И посвящен данный сценарий конфликту между Лилит и Каином, а именно их битве за власть в мире смертных. И вот партия пытается помочь ей восстановить справедливость, Лилит ими управляет и направляет издалека, а чуть позже знакомит их со своим аватаром, девочкой Гулем, и по сути мини Лилит, которую зовут Лила. Также ей помогают антиделувиане-отступники, то есть те самые ребята, что пережили потоп, но при этом не стали сирами своих кланов, или же каким-то образом они оттуда выпали, были вычеркнуты или вышвырнуты. Сам сценарий состоит из энного числа различных мини-приключений, которые захватывают разные временные отрезки Гиенны, и в которых партия так или иначе принимает участие. То персонажи лезут в канализацию, чтобы подраться там с Фикоа демоном, то внезапно Саулот становится плохим парнем, и партия должна его ушатать. Потом партия сражается с рыболюдьми и прочими порождениями морских пучин, которые считают Лилит своей мамой. И в целом все это похоже на какое-то очень пестрое и временами созданное из абсолютно бессмысленных разноцветных кусков одеяла. И вместо одной концовки у нас их аж несколько, причем одна из них хорошая, ну в кавычках естественно, а именно та, где Авель является перед Каином, говорит ему, что прощает его, тот раскаивается в содеянном, и они оба уходят в свет. Если же нет, то происходит эпичный замес между Каином, отступниками, Лилой, Элелит, партией, Саулотом и всеми теми, кого вы еще захотите сюда втащить. В итоге Каина убивают, вампиры моложе 50 лет становятся людьми, гули тоже, старшие товарищи помирают, а если партия последовала совету Саулота из Валио-Лилит, то она все равно реинкарнируется, совершит над ними суд, и по итогу либо они станут людьми, либо помрут. Очень странные ощущения от этого сценария остались у меня в свое время после прочтения, и я так его ни разу и не провел. Третий сценарий носит название Nightshade, что в переводе означает Беладонна или Послен. Он очень мощно продвигает мета-сюжет, но при этом партия по сути едет по жесточайшим сюжетным рельсам, перед ней выскакивают всякие разные древние сущности, хтонические города, зворадно смеющиеся злодеи, клоны с душой Антиделувиана и многое-многое другое. Весь этот сценарий – это одна бесконечная беготня из одной локации в другую, где кто-то с кем-то постоянно дерется, и иногда даже партии дают принять в этом участие. Например, все начинается с того, что партия вместе с одним из старейшин Цимисхи отправляется в Нью-Йорк и сражается с древним Цимисхи, который превратился в огромное тентакливидное нечто, грозит уничтожением всему городу, и разборка с ним попадает на камеру одной из женщин-прохожих. Мир захватывает истерии, но проходит какое-то время, и люди, стрепя зубами, принимают вампиров в свое сообщество. Тем более, что те вон какие герои аж самого Цимисхи завалили. И пользуясь случаем, комарильский вентру по имени Ян Петерзун, которого как раз отправили в Нью-Йорк, а партия к нему присоединилась, быстренько организовывает организацию под названием Нефтали, что в переводе означает «высшая точка», и эта организация берет все лучшее у Шабаши и Камарильи, туда же принимают партию, лучших из лучших, и ее задача, как вы понимаете, остановить Гиенну. То есть типа все, это «высшая точка», дальше Гиенна не пройдет. Но как показывают дальнейшие события, Гиенна очень и очень постарается пройти дальше, и там будет абсолютно безумный круговорот из самых невероятных событий. Они бегают из локации в локацию по просьбе таких персонажей, как Саша Викас, Тремер, Саулот, убивают Джованни, еще раз цемисхи, которого не добили, Гаратрикса. А потом Саулот перерождается в теле шестилетнего ребенка, и в конце концов, именно Саулот, а точнее его искупление в глазах Творца, освобождают остальных сородичей от гнета древних, уничтожив их всех одним махом. И в итоге вампиры либо вымирают, либо становятся людьми. И есть еще альтернативная концовка, в которой цемисхи в очередной раз пытаются собраться и снова все сожрать. Я считаю это очень слабым сценарием, у персонажей практически нет никакого выбора, и они не оказывают никакого влияния на сюжет. По сути, мы просто сидим и смотрим, как разворачиваются события, и Саулот за нас разруливает проблемы. Но если вам показалось, что трэша в третьем сценарии многовато, то встречайте четвертый, носящий гордое название Crucible of God, что можно перевести как Горнило Божье. В этом сценарии все более-менее известные персонажи либо выходят поиграть, либо присоединиться к аттерии игроков. Здесь люди, вместо принятия вампиров, объявили им войну и устроили вторую инквизицию. Однако что-то пошло не так, нас залили тоннами клюквы, и теперь каждый древний правит своей отдельной территорией, а задачей партии является перемещение от древнего к древнему и тотальное их упокоение. В этом сценарии существует масса, в кавычках, интересных сюжетных находок, таких, как, например, лагерь Диаблерии Камарилии, куда свозятся тушки, проткнутых осиновыми колиями вампиров, для дальнейшего их потребления древними, потому что увядание по-прежнему с нами. Сюда же относятся потрясающие истории про Рязань, к стенам которой приперся Муфусаил с дивизией задоминированных российских солдат, на которых президент решил сбросить ядерную бомбу и, естественно, угробил Муфусаила. Древнему это не понравилось, он взял контроль над целой военной базой, на которой находились ядерные баллистические ракеты, и нанес удар по Москве, Петербургу и еще пяти городам России, названия которых авторы даже не потрудились указать. Мол, выбирайте сами, не ошибетесь. Такого же подхода удостоились Мехико, Трапзон, Нигерия вообще, как страна, получила по щам, и до кучи под раздачу попала Вена. На самом деле, здесь происходит много интересного, но чтобы не скатиться в трэш, этот модуль предстоит немного доработать напильником, потому что иначе у нас с вами получится бесконечный буфет, когда кто-то кого-то постоянно пытается сожрать, а партия стоит рядом и просто щелкает клювом. Например, в какой-то момент партия знакомится с древним, который еще один скрытый древний, вызывает себя Шейпер, то есть меняющий форму, но просит, чтобы к ней обращались по имени, а имя у нее это Сара. Вначале она просит партию угробить для нее Мафусаила, потом она съедает Апсимилярды, решает, что подобно горцу Маклауду осталась одна и победила всех, тут вылезает Эноя и съедает ее, а потом начинает жрать целые города. В этом модуле также присутствует гениальный план Треммера найти истинное имя человечества и заставить всех вампиров выйти на солнце, окончается всеочередным походом в церквушку с Саулотом, где он убеждает их истово молиться Богу о прощении всех вампиров и человечества в целом, в то время как Цемисхи, которому предначертано стать правителем всея земли, будет ими лакомиться. Если вам это показалось чушью, то знайте, вы не одиноки в этом мнении. Концовки, кстати говоря, здесь тоже стандартные, или умрите, или станьте людьми. А альтернативные варианты предлагают нам поиграть в безумного Макса, потому что человечества почти что не осталось, там что-то около 50 миллионов. А если партия не отвергла проклятие Каина, то они вообще могут стать первыми вампирами нового мира. И параллельно с этим, где-то на Ближнем Востоке, из пустой могилы высовывается волосатая лапа, и Каин, брутальный, первобытный мужчина с потрясающей бородой и ожерельем из зубов, вылезает наружу, задирает голову к небу и орет, «Ну почему ты не дашь мне сдохнуть?» А Творец смеется в ответ. Короче говоря, цитирую Жнецов из Масс Эффекта, цикл должен повториться. В общем, я думаю, что посмотрев это видео, вы легко поймете, почему столько людей оказалось недовольно данной книгой. Но в любом случае, она закрывает целую эпоху и достойна уважения, хотя бы как артефакт прошлого. В общем, поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Было бы весьма интересно узнать, что вы думаете о Гиенне. И на этом я свое видео заканчиваю и надеюсь, что оно вам понравилось и оказалось полезным. Хочу еще раз сказать спасибо всем тем, кто поддерживает мой канал. Без вас, друзья, этого ничего бы не получилось. И я желаю вам всем только интересных и ярких игр. От винта, друзья, до новых встреч!